Десятки грандиозных сооружений, тысячи фанатов, слияние искусства и науки, адреналина и эйфории. Это большой спорт. Это гигантский механизм. Программа «Спортивные гиганты». 20 ноября 2015 год. Солт-Лейк-Сити. Дистанция 500 метров. Павел Кулижников устанавливает новый мировой рекорд. 33,98 секунды. Вы до сих пор считаете самым быстрым человеком на Земле Усайма Болта? Максимальная скорость, которую он развил при установлении феноменального мирового рекорда – 44 км в час. Павел Кулижников достиг почти 60 км в час. С такой разрешенной скоростью ездит ваш автомобиль. Скорость на мировых первенствах по конькобежному спорту за 134 года увеличилась почти на 17 секунд. Для сравнения, рекорд в беге на 100 метров за последние 100 лет увеличился всего на 3 секунды. Из чего можно сделать вывод? Конькобежцы – самые быстрые люди на планете. Используя только свою мышечную массу, они достигают невероятных скоростей. На старт! Внимание! Дело лишь в силе мышц? Или есть еще факторы, влияющие на скорость конькобежца? Как сказать, вот основной – это лед. Свойство льда позволяет конькобежцам быть быстрее всех. Но так было не всегда. Природный лед впервые заменили на искусственный в 1959 году на чемпионате Европы по конькобежному спорту. И с тех пор беговую дорожку по желанию можно сделать медленной или быстрой. Так, Сергей, сегодня у нас профилактические работы на льду. Готовимся к чемпионату Казахстана. В чем скорость льда? Лед должен быть твердый, холодный и ровный. То есть образуется пленка под лезвием конька. Как смазка, она дает скольжение. Холодный лед, теплый воздух и вот эта смазка между лезвием конька и льдом дает скольжение. Значит, сегодня наша задача, вы сами знаете, надо выстрогать лед, выровнять его, убрать за воздушность, ну и залить ровный, качественный лед. В конькобежном спорте делится по дистанциям. Есть короткие дистанции, допустим, 500, 1000. В этих дистанциях мы более мягкий лед делаем. Почему? Потому что у них больше разгон идет, то есть цепление нужно со льдом. На дальней дистанции мы, наоборот, делаем лед жестким. Тогда уже человек чисто катается, то есть уже там более фактор, как скольжение идет. В мире насчитывается более полутысячи равнинных катков. Первые крытые катки появились в середине 80-х годов 20-го века. Ледовый дворец Аллау построили в 2010 году. Он стал центральной ареной седьмых зимних азиатских игр 2011 года, которые проходили в столице Казахстана, Астане. Стадион сразу же ворвался в десятку самых быстрых катков в мире. У нас теперь восьмой по скорости в мире каток среди равнинных. Ну, вообще среди всех катков. Пошел, 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 пошел! Разменяй, разменяй, разменяй! Вот все рекорды нашего катка складываются. Чем быстрее пробежали все дистанции, тем быстрее лед считается. Вот так считается рейтинг катка. Так чем же хорош крытый ледовый каток? Это очень удобно, нежели зимой кататься где-то на улице. Здесь и результаты другие, потому что тебе ветер не мешает. Глаза снег не бьет. Компионаты мира, олимпийские игры. Только разрешается проводить в крытых катках для того, чтобы у спортсменов, у всех были одинаковые условия. Сейчас будем строгать, все лишнее убирать до монолитного слоя. Примерно сколько воды вам нужно будет сейчас? Ну, надо будет где-то около 8 тонн, чтобы полностью пролить все дорожки горячей водой, протопить, сделать боевой лед. Лед – это вода, а качественный лед – это чистая вода. Мы делаем естественный лед, то есть у нас просто чистая вода. Там такая система очистки воды. Ну, не во всех домах ставят фильтра, чтобы пить. Вот там такая система очистки воды. Никаких химических добавок мы не применяем. Пятиступенчатая система очистки воды позволяет использовать обычную воду из центрального водопровода. Специалисты арены утверждают, что вода после обработки содержит в себе только одну химическую формулу, которую знает каждый школьник – H2O. Сейчас вот включились фильтры, пятиступенчатая система очистки воды. Всего пять стадий. Первая – это механическая очистка. Удаляются крупная грязь и примеси. У нас центральный водопровод. Если у нас водоканал хлор добавляет, то у нас вот вторая очистка, активированный уголь, он удаляет вот этот хлор. Третье – умягчение. Это удаляется солью жесткости. Вот в чайниках, если вы видите, накипь бывает, да? Вот этот накипь, он удаляется вот от третьей у нас очистки системы. Потом вода проходит четвертую и пятую систему очистки. И вот она готова, чтобы стать сподвижником конькобежцев в их стремлении к победе. Вода подогревается и отправляется в работу. Здесь заливается 727 литров. Один бак, основной бак и 297 дополнительных баков. То есть два бака можно. Тонна воды получается. Вот эту одну тонну воды мы, когда наращиваем лед, выливаем на одну полосу на 400 метров. Можем и начинать. У нас сегодня времени не очень. Специалисты приступают к срезанию льда. Миллиметр за миллиметром они выравнивают поверхность. Постоянно проверяется толщина льда. Это толщиномер. Толщину льда измеряем вот этим прибором. Ультразвук отражается от бетона, вот 45 миллиметров. У нас есть определенные точки. Мы идем в трех местах по ширине. И где-то 24 точки примерно мы отстреливаем. Прошла подготовка льда. Вылили воду в 70 градусов температуре. Получается, что он стал мягче. То есть он теряет свои скользящие способности. Ну вот мы его выровняем, отстрогаем вот этот воздушный слой. И получится у нас монолитный твердый лед. Который будет холодным. Не то, что нам нужно. Для того, чтобы приготовить лед к соревнованиям, необходимо 2-3 дня. Он срезает 4 десятых миллиметра всего. Поэтому, представляете, если 2 сантиметра срезать, то есть это очень много нужно. Раз проехать, чтобы снять вот этот завоздушенный слой. Сделав несколько кругов, машина выгружает снег. Это долгая и не очень такая, ну, нудная работа, так скажем. Но без нее никуда. Без нее льда хорошего не получится. К соревнованиям срезают специально лед. Он становится тоньше. И это, опять же, влияет на скорость. Потому что с бетона подается холод, сверху подается тепло. И вот этот вот баланс как раз-таки нужно помать. Нам бы, конечно, еще дня три бы. Ну, чемпионат будет готов. Контроль по состоянию льда и температуре климата на катке требует особой квалификации. Как и в любом деле, здесь есть свои профессиональные секреты. Как говорится, вот, когда еду приготовлен, повар имеет свой рецепт. И также у нас, когда мы лед готовим, мы тоже хотим отличиться. И имеется тоже свой рецепт. Все влияет. Температура воздуха, температура льда, влажность, то есть вот это содержание углекислого газа. Какой-либо, если параметр будет ухудшен, то есть результат, соответственно, будет ниже. На центральном компьютере отображается вся инженерная система по климатическому оборудованию. Специалисту не обязательно находиться постоянно у дисплея. Все автоматизировано. И главное, по особому рецепту можно приготовить любую погоду на арене. Мы можем в любое время сезона создавать нужную температуру, нужный климат. С точки зрения контроля состояния льда и контроля климата в мире нет аналогов казахстанскому АЛАУ. Имеющиеся условия позволяют находить оптимальные параметры температуры и влажности для создания самого быстрого льда. По всему периметру катка расположено 32 датчика температуры, которые установлены в бетонной основе катка. Подо льдом идут трубы с хладоносителем, который и охлаждает лед. Три зоны имеются. Конкобежная дорожка, первый хоккейный корт и второй хоккейный корт. И мы регулируем, допустим, конкобежную дорожку отдельно, хоккейную дорожку отдельно и второй хоккейный дорожку. Особенность строения здания, а именно выгнутая крыша, позволяет управлять воздушными потоками. Система контроля климата продумана таким образом, чтобы теплый воздух, поднимающийся вверх, отделял зрительские трибуны от ледовой арены. Тем самым контролируется температура воздуха. На трибунах, чтобы человек себя комфортно чувствовал, выше 18 градусов подерживаем. А на лед нужно более такой прохладный воздух. То есть где-то средний мы плюс 13, плюс 14 держим над льдом. Чемпионат Казахстана по конкобежному спорту набирает обороты. Как и обещали специалисты, лед к соревнованиям готов. Напряжение нарастает. То, что он стреляет там, здесь проходит старт. Когда тебя приглашают, ты встаешь. Нельзя двигаться вообще. Ты садишься и должен замереть. После того, как ты побежишь, ты должен бежать четко по своей линии. Судьи внимательно наблюдают. Сегодня точность времени определяется вплоть до сотой доли секунды. На помощь ручному хронометражу пришли современные технологии. Мы только что пробежали 100 метров. Вот сейчас у них финиш. Я им ставлю, получается, отсечки. Для каждого спортсмена есть своя отсечка. То есть 5-6 цифров. И время идет, получается, с системой фотолучевой соствор. А я фотофинишем подтверждаю время. И то есть я отправляю на экран. Видите, сейчас зеленым подсвечивается. То есть подтверждается, что финиш вот. Время и все. Далее загружаю следующий парк. Снаряжаю и уйду старт. В общем, у меня вот камера там стоит. Вот эта камера. И она ловит спортсменов. От старта до финиша за спортсменом следит электронный хронометраж. Все данные стекаются в этот компьютер. Отсюда результаты уходят на табло и в комментаторскую кабинку. Цифровые технологии помогают определить победителя. Идеальный лед способствует этой победе. А спортсмен тренируется, чтобы победить. Это очень технически сложный вид спорта. Очень высокая скорость, низко находящийся центр тяжести. И изменяющийся постоянное направление движения. В конькобежном спорте немаловажную часть в развитии спортсмена играет техника его бега. В сочетании посадки, свободного скольжения и отталкивания достигаются наиболее лучшие результаты. Ну, естественно, скорости возрастают. Конькобежный спорт прогрессирует. Из других видов спорта берутся самые эффективные элементы и внедряются в бег. Голландцы, как лидеры этого вида, изучают технику бега как науку. Там этим занимаются, то есть на уровне того, что на компьютере это отрабатывается. Ну, специальные есть там датчики, на тебя одеваются. Оптимальное положение посадки, там, положение движения рук, ног, всех твоих двигательных звеньев, чтобы ты максимально мог произвести работу, в общем, вот в этой конькобежной посадке. То есть все мы разные, у всех разное телосложение. Бег на коньках – это неестественное для человека движение. Низкая посадка дает большую нагрузку на спину. И чтобы организм был готов к такой нагрузке, необходимы долгие годы тренировок. Едет, кажется, красиво, легко и все. На самом деле это очень тяжелый вид спорта. Специалисты считают, чтобы достичь отличных результатов на мировом уровне, на коньки надо вставать с детства. В Казахстане развитию конькобежного спорта придают особое значение. На базе Ледового дворца ОЛО находится детская юношеспортивная школа номер 2, которая культивирует вот эти вот коньковые виды спорта. Более 600 детей тренируются в этой школе. Есть спортивные секции по конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, лыжным гонкам и спортивному ориентированию. Основная задача наша – мы ищем детей, которые имеют перспективу, способности, талант для, скажем так, занятия тем или иным видом спорта. Когда они приходят, они не понимают, да, они приходят и учатся кататься, им интересно. И потом, когда они сами участвуют первый раз на соревнованиях, они начинают понимать, что это интересно, что это азартно, что это именно на перегонке. Группы у нас есть с начальной подготовки, первый год обучения. То есть все группы у нас до спортивного совершенствования есть. В Ледовом дворце Аллау созданы все условия, чтобы спортсмену было комфортно. По заказу климат – идеальный лед. Но не только этим славится казахстанский ледовый каток. Он признан лучшим конькобежным стадионом в мире по инфраструктуре Международной Федерации Конькобежного Спорта. То есть в мире, если я не ошибаюсь, 317 стадионов конькобежных. Но вот в такой раз этой инфраструктуре только один. Сердце дворца – ледовая арена, которая состоит из 400-метровой ледовой дорожки с трибунами на 8 тысяч мест. Два корта, на котором отдельно занимаются будущие мастера шортрека и фигурного катания. Это гостиница современная, комфортабельная. Это фитнес, где очень много тренажеров. Также это игровые залы фитнеса. В ледовом дворце Аллау находится и доктор спорт. Здесь спортсменам именно оказывают помощь квалифицированную. Созданы хорошие условия для родителей. То есть здесь родители привезли своего ребенка. Значит, ребенок прошел, переоделся, переобулся, вышел на лед. Родители сидят в родительской зоне и наблюдают в онлайн-режиме, как проходит тренировка. Но особую атмосферу ледовому дворцу придает его уникальный дизайн. В основном все катки в мире, они все такого серого цвета. Все серые стены и максимум, что одноцветные какие-нибудь синие трибуны. Какой-то вот колорит придают. А у нас вот здесь, ну, вы сами можете наблюдать, все разноцветное, цветное. Впервые в мире в оформлении ледового дворца применена система зеркальных потолков. Цвета тут вполне достаточный. То есть при заливке льда под основу закладывается краска белая, для того, чтобы она отражала бетон серый, она отражает цвет. И также она отражает этот цвет от потолка. То есть поэтому создается такое впечатление яркого пространства. Ежегодно ледовая арена Алау принимает у себя различные международные соревнования. Тысячи спортсменов из разных стран приезжают сюда, чтобы показать лучшие результаты. С собой они привозят только хорошую подготовку и лучшую экипировку. А сочетание современного технического оборудования, профессионализма персонала, уникального архитектурного проекта Алау дает главный фактор победы. Это хорошее расположение духа. Наверное, лучше всего можно сказать настроение тех спортсменов, которые приезжают к нам. К нам все зарубежные спортсмены приезжают с большим удовольствием. Несомненно, ледовый дворец Алау является уникальным спортивным сооружением столицы Казахстана. С одной стороны, это общедоступный спортивный комплекс для всех желающих, с другой – способный принимать соревнования на самом высоком уровне. И задача команды Алау – сделать его одним из лучших в мире.